надеюсь вы помните как я ездила так далековато в баннинс хотела посмотреть там орхидеи то там был обзор такой мне небольшой в общем то там нечего было и купить ну и бабушка купила себе вот такую бегонию такой прямо потрясающей красоты цветок это оказывается всего 6 долларов из горшком и совсем на свете посмотрите как интересно один цветок махровый рядом такой немахровый гладенький и этот вот уже так хорошо распустился он был такой под вид бутончика и получилась такая вот махровая красота ой мне так нравится ну и продолжая эту тему два дня назад я ездила к дочери в район оклендоботани там тоже не было орхидеи но зато бабушка купила такую бегонию то есть как бы в одной такой цветовой гамме только темную такая темно-красная очень интересно точно так же один цветочек махровый один такой простой и один опять махровый интересно это такая особенность бегонии или это именно для этого сорта ну и сегодня бабушка поехала в свой банненс увы увы полки пустые спрашивая когда же будут орхидеи а мне говорят ну может быть через неделю а может быть и нет очень интересно это то ли с лукдауном связано что когда как бы приостановился весь этот бизнес может быть и питомники не получили откуда они там получают эти маленькие орхидеи чтобы их потом выращивать не знаю не могу сказать обычно всегда было полно орхидей полно было и в банненс полно было во всех супермаркетах а сейчас шаром покати да потому что бабушка стала покупать поэтому всегда так ну и в общем я сегодня вот такую приобрела тоже всего 6 долларов но товарищи вы посмотрите какая красота цвет такой розовый от переход от алого к розовому и тут еще там внутри имеется бутончики такие красивые еще бабушка приспособила обратите внимание вот этот у меня 6 стеллажик такой маленький полочки эти стеклянные стояли там в комнате потом когда я поставила там стеллажи я эти полочки забрала из комнаты поставила там где-то возле кухни и думаю отнесу на мусор зачем они мне надо медь некуда ставить они мне как бы не нужны отнесу на мусор на муж кому-то пригодится ну и как бы течение там двух или трех дней не вынесла а потом меня осенило а почему бы мне не поставить на балконе и на эти полочки поставить свои цветочки свои восхитительные герани и свои бегонии меня уже было 2 к тому времени вот так сказано и сделано и так получилось по моему очень даже и неплохо так по цвету эти полочки хорошо вписались в балкончик и так цветочки на них выглядят красиво в общем теперь у меня новое увлечение бегонии товарищи это так красиво и так недорого и не боятся никаких они насекомых пожалуйста могут стоять не в комнате а на улице любуйся себе их красотой будут цвести я так понимаю не солнце неплохо переносят вот моя уже геранька которую я купила последнюю так она тут отцветает понемножечку а вот уже у нее новый цветоносик один совершенно готовый раскрыться этот который был такой более сухой но все равно дает цветочек потрясающие цветы господи за чего красиво страшно и ужасно это когда мы читали муми тролля там было два таких персонажа которые тосло и висло которые так всегда разговаривали них все слова кончались на сло это у нас стало такое семейное и мы тоже стали говорить страшно и ужасно если страшно страшно и ужасно страшно и ужасно и ужасно детские книжки остается в голове когда их читаешь с детьми гераньки мои тут тоже очень даже ничего очень ничего сейчас вот я огурчики свои покажу они уже вот так вот по заплетали весь балкон так сейчас я отойду немножко подальше показать так со стороны цветут так активно интересно получится ли так чтобы они разрослись на весь балкон тут уже у них и огурчики позавязывались ну не знаю что там из них поспеет я бы сказала как то они не очень так уж сильно набирают быстро вес вес тут моя розовая герань сегодня я поливала орхидеи удобрениями и заодно и герани своей полила удобрениями после орхидея всегда так дело а я что-то там огурчик один куда-то там вниз прошу надо его 1 я его потом подвяжу повыше а то так туда вниз пойдут огурчики все и попадает вниз ну так вам не надо сейчас я покажу помидоры на одном кусте вот помидоры имеются на нем они как-то позже стали такие какие-то типа сливок каких-то как сливки но зеленые а вот на этом кустике то тут уже вовсю урожай можно собирать смотрите тут уже сколько помидор красных и сейчас я вот с другой стороны там и с другой стороны такие красные я уже один сорвала помидор наверное дня два назад уже использовала хороший на вкус такой сладенький помидорчик ну это так на эти развлечения даже не то что там есть выращивать себе для еды кстати вот уже и картошечка такая выросла она так интересно растет 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 один раз у кого меня зацвела я так регулярно сажаю по одной картошке один раз только зацвела поцвела а потом она как-то так в один прекрасный момент раз и начинает желтеть и засыхать и это уже как засохнет сигнал что ее можно выкапывать так вот один раз только цена а потом сколько я сажала на не цвела а вот так вот растет растет а потом раз и начинает желтеть и сохнуть выкапывая А там уже картошечка. У меня там есть видео. Кстати, как я уже выкапывала зимой. Я тут сажала картошку. И там ее выкопала. Чтобы получилось такой урожай. Полкилограмма. Вот мой лук зеленый. Тут уже совсем закрылся весь геранями. Я еще сегодня купила пучочек новый. Досадить сюда. Освежить, так сказать. Ну и мои красные геранки. Как я их прошерстила. Я их только вчера столько посрезала. Здесь много этих соцветий. Только на них начинают образовываться семена. Я их сразу раз и удаляю. Чтобы они тут мне семян не делали. Но они цветут так активно. Посмотрите какие кисти. Тут я не знаю посока цветков в каждом соцветии. Что-то удобрение. Удобрение для орхидей очень хорошо работает. И с геранями. Моя бедная мята. Нету ей места. Ну картошка как только вырастет. Я ее посажу туда. Обратно. Пускай растет. А то она так вот сидит там без земли. Только водички я подливаю. В нее. Вот уже моя геранька так хорошо расцвела. Которую я из токопуны привезла от росточек. Хорошо принялась. Хорошо растет. Такой вот у меня получается. Боже мой. Какой-то садик такой сказочный на балконе. Что-то мне никогда так не было красиво. Ну герани у меня уже давно. Очень давно. Но чтобы так вот был такой весь красивый балкон. То как-то я что-то и не припомню. А это я удобрениями не поливала так. Герани у меня так вечно зимой как-то страдали. Потом летом им было жарко. А теперь вот после того, что я их стала поливать этими удобрениями. Товарищи. Комнатные цветы тоже надо удобрения. Между прочим всегда об этом говорилось. Я никогда в жизни свои комнатные цветы не поливала удобрениями. Что как-то вообще. Даже и не принято было так поливать там. А они пожалуйста от удобрения дают такую красоту. Ну бегония это вообще прелесть. Товарищи рекомендую. Обзаводимся все бегониями. Обзаводимся геранями. И обзаводимся бегониями. Особенно если у кого негде купить орхидеи. Или они там дорогие. То почему бы не обзавестись вот такой красотой. Это вообще. Интересно как долго цветок держится. Каждый отдельный. На бегониях. Я этого не знаю. У меня никогда их не было. Ну герань то я приблизительно знаю. А вот бегонии нет. Ну и в общем. Ой. Помидорчики. Проглядывает. Так красиво. Ну и в заключении. Из балкона как бы перевожу взгляд сюда. Вчера я еще снимала. Carrot cake. Это как бы морковный пирог. Она еще. Так этот цветочек не очень раскрыла. А сегодня вот уже весь такой он. Можем он такой красивый. Такой красивый. Какого-то янтарного цвета. С такими чуть-чуть бордовыми полосочками. Вот кстати белая раскрыла второй цветок. Вчера еще был только один. Сегодня вот уже тут раскрыла второй цветок. Как это красиво товарищи цветы. Чуть я не помню что в советское время у меня было вот столько цветов. Ну какие-то были. Ну каких-то мало там было. У мамы я помню были фиалочки. Там еще какие-то были цветочки. Ну такого конечно как орхидеи мы не мечтали в Советском Союзе. Да их наверное тогда так и не выращивали. Орхидеи в таком количестве. И я имею ввиду на продажу. Питомников таких не было. Что-то я не помню. Хотя вот моя дочь, она тут уже 25 лет живет. Она говорит здесь орхидеи были всегда. Ну а у нас там мы когда еще сюда ехали. Это мы ехали в 2003 году. То у нас не было еще орхидеи в продаже. Да и магазинов-то таких не было. Как сейчас всяких специализированных. Ну в общем бабушка не удержалась. А опять перешла на свои орхидеи. Начинаем с чего бы ни начали, а заканчиваем орхидеи. Ну нет, надо себя остановить. На этом с вами будем прощаться. Всего доброго. До следующего раза.